Почему именно сегодня предложение НСП настолько актуально? Все мы понимаем, как я уже сказала в самом начале, тема здоровья волнует всех, тема денег волнует всех, и мы даже еще не понимаем, насколько мы столкнемся со сложностями в этом плане, то есть не мы, а люди столкнутся с пониманием того, ну даже как выжить, потому что я постоянно провожу коучинги по личным финансам и вижу, как мы вообще в принципе беспечны. Каждый практически человек не имеет каких-то запасов финансового резерва, и поэтому любая вот такая вот ситуация приводит к депрессии, и выйти из депрессии, ребят, это не так просто, и практически невозможно самостоятельно это сделать. Именно поэтому я сейчас хочу, чтобы мы с вами объединились, чтобы мы с вами как можно плодотворнее работали, и не имели права, не имеем права не то что раскисать, мы не имеем права останавливаться, мы не имеем права молчать о возможностях, которые имеем сами, и вот не делиться этими возможностями. Еще раз, как вот такая гражданская наша позиция, что вот мобилизация полная. Я за полную мобилизацию, за полную включенность, за ответственность, то, что мы делаем, и все это приведет в итоге и к росту товарооборотов, и, соответственно, чека. Но самое главное, мы сможем помочь большому количеству людей, которые нас услышат, не провалиться в эту финансовую яму, психологическую травму не получить и сохранить здоровье. Поэтому, на мой взгляд, НСП сейчас самое-самое выгодное, интересное предложение, но я могу об этом говорить сколько угодно, а лучше, если мы послушаем разных людей, мнение разных людей. И одно дело, когда, опять же, я говорю, Олег Нижегородцев сегодня нам свою позицию расскажет, то есть он 20 лет, я 15 лет, но есть ребята, которые не так давно пришли к нам. И поэтому наша задача показать НСП людям и напомнить, возможно, тем, кто уже, может быть, так подзабыл, что мы здесь имеем, чтобы мы посмотрели еще раз с вами на возможности с разных сторон разными глазами, потому что ценности у нас у всех свои. И вот Олег у нас уже просится, и я его приглашаю первым. Олег, я очень-очень тебя прошу, ну, во-первых, совсем кратенько свою историю, потому что, возможно, кто-то не знает, буквально минут 10, чтобы не больше, чтобы нам как можно больше людей мы могли выслушать. Вот, я думаю, что это будет правильная работа, когда мы увидим этот бизнес, эти возможности глазами разных людей. Алло, здравствуйте, сейчас я подключу наушники. Да, я пока надеюсь, я представлю свои стороны. Знакомьтесь, это мой спонсор, любимый. Да, я выхожу на балкончик, на балкончик выхожу, поэтому ни тепло, ни холодно. Это мой любимый человек, любимый мужчина. Я не боюсь, что кто-то говорит на всю страну, на весь мир, потому что благодаря Олегу моя жизнь такая, какая есть сейчас. Я 15 лет получаю полное удовольствие от того, что я делаю, потому что через изменение моей жизни, через изменение жизни огромного количества людей, которых я познакомила, опять же, да, так же. Что такое сетевый маркетинг? Я что-то взяла и отдала, да, то есть всё, ничего сложного. И вот я понимаю, насколько благодаря Олегу он изменил, изменились жизни огромного количества людей. Ну вот, Олег, кратенько, вот буквально, да, кто ты, что ты, откуда. И ценности самые большие для тебя. Ну, скажем так, я в сетевый маркетинг вообще в целом приходил по состоянию здоровья. До армии всё было великолепно, я занимался спортом, много занимался спортом, был в великолепной форме, в армии гепатит, другие неприятные состояния, служил я в Азии, очень интенсивная такая служба была, была часто бессонная, поэтому это как-то отразилось на моём состоянии здоровья, поэтому после армии я это вполне прочувствовал, то есть в армии я ещё вроде бы так прекрасно вышел, ну вот, а после армии резко стало снижаться уровень здоровья. Я думаю, что в большей степени это ещё было связано с неправильным питанием, потому как тогда маргарины были и так далее, бесхолестериновая, что-то, в общем, такой бред, да, вот. Но в тот момент ещё не было никаких знаний, так что, пользовались тем, что было, да и всё. Вот, ну и уже после армии я поступил, первое образование инженерное-то до армии, а уже после армии я поступил в медицинский университет, и мне стало всё хуже и хуже быстро, в общем-то, ещё и с конца первого курса начал работать в отделении реанимации, токсикологии, искусственной почки, больницы скорой помощи, видел, как умирают молодые, постарше от разных заболеваний, я вникал, разбирался, что к чему, и понимал, что много медицина знает, но почему-то мало помогает, как, собственно говоря, наверное, и сейчас с этим коронавирусом, да, то есть все всё знают, а вот, извините, помочь, помочь большой вопрос. Так, я сейчас себе подушечку сделаю удобную сзади, вот, да, всё, а то так сзади немножко ветерок подбывает, с подушечкой будет гораздо удобнее. И стал разбираться, много разбирался, слава богу, понял, что мне надо, но вопрос не знал, где это приобрести. И вот в 95-м году же, к окончании моей учёбы в университете, учился я, кстати, на отлично со второго курса, к окончанию учёбы в университете я встречаюсь с первой американской компанией, ну, собственно говоря, посмотрел на баночки и сказал, что если там есть хотя бы то, что написано, лично мне это надо. Вот, также я понял идею сетевого маркетинга, ну, в большие успехи я не верил, но я сказал так, если я, не дай бог, продам хотя бы одну баночку, я смогу себе заработать ещё на витамины. Вот, собственно говоря, весь мой посыл был началом моей деятельности в сетевом маркетинге, повторюсь, в 95-м году. Ну вот, Ир, это вот откуда я, что я, да, то есть, шести лет спортом занимался, всё было хорошо, пока ни гепатиты, ни правильное питание, вот, потом переосмысление, можно так резюмировать, пробовать себя в нескольких компаниях, кстати, я пробовал себя, ну, первая компания это американская была Гербалайф, вторая Визион две недели, третья Арифлейм, опять-таки, два года, вот, и я уходил с сетевого маркетинга, в принципе, я понял, что этот бизнес не для меня, кто-то умеет деньги зарабатывать, но не я, в общем, что-то, вот, мне что-то не нравилось, где товар не нравился, где люди не нравились, где всё вместе не нравилось, где маркетинг не нравился, в общем, в общем, как-то так вот, всё как-то не так, было получше, в общем, по нарастающее шло, но всё равно не то, что я хотел, вот, ну и вот уже такое чудо-удача для меня NSP, я, когда мне попался маркетинг-план в руки, вернее так, полгода пользовался продукцией, получал великолепные результаты, нарабатывал результаты, как доктор, как врач-акушер-гинеколог я нарабатывал результаты, и был уже очень доволен продуктами, ну и потом подумал, ну ладно, Олег, давай так, если продукт классный, ну загляни в маркетинг, ну, может быть, всё-таки, как бы, ты потянешь как-то маркетинг, ну и когда увидел маркетинг, я не поверил, всё было так очень здорово, круто, и я вообще прям вдохновился, причём, знаете, как вот, как может вдохновиться человек, который вот читает и приходит в шок, в ступор и в удовольствие, то есть я приходил с работы, брал листик, с одной стороны написано «История компании», с другой стороны «Маркетинг-план», читал, ложился на диван и кайфовал, где-то час я так медитировал, я видел, как строится моя организация, потом то же самое, следующий день, в общем, целую неделю я приходил с работы, там покушал, за листик «История компании», маркетинг-план на второй стороне в таблицах, ложился и кайфовал, видел, как строится моя организация, да, ну, некоторые люди в моём окружении, вот, ну, которых уже нету, ну, что они говорили так, «Олег, дурак, думкой богатеет, что ты там себе думаешь?» Ну, вот, вы знаете, оказывается, шикарная фраза, я со временем понял, что как раз думкой богатеют не дураки, то есть нужно время подумать, поразмышлять, понять своё место, понять, как должно происходить, и если ты понял все механизмы, все условия, то тогда будет тебе счастье, то есть тогда всё будет классно. Олег, а вот такой вопрос, ты 20 лет уже в НСП, да? Да, я буду солстик пить, у меня тут солстик горячий. Да, а я хлоропил, будем здоровы. Смотри, я хочу, чтобы ты сейчас ключевое сказал, почему, ну, я знаю, что это всегда актуально, да, НСП всегда было актуально, странно, что сетевики и люди этого не понимают, мы, кстати, этого тоже сегодня коснёмся, но как ты думаешь, вот ключевое, почему именно сейчас имеет смысл по-серьёзному рассматривать возможность не только продукта, не только, а вот бизнеса. Ну, давайте, Ир, если можно, то я сначала скажу, есть в моей организации на сегодняшний день одни из самых, ну, самые быстрорастущие директора-консультанта на рынке СНГ, Юра Гончаренко и Лена Бахтина, они знакомы были с НСП несколько лет до того, как они пришли в НСП. Мало того, они от одного бизнес-центра продавали, даже рекламу сделали, центр Ковалёва, центр сетевого маркетинга Валентина Ковалёва, вот, они от него продавали литературу, и Юра говорит, я когда стоял по распродаже литературы, был на больших мероприятиях НСП у нас в городе Запорожье, он говорит, да, это они крутые, а мы не такие, мы так не сможем. Ага, вот так. Вот, Ир, ты понимаешь, в чём вопрос? Это Юрына слова. Говорит, это у них в НСП всё классно, посмотри, сколько у них зарабатывающих людей, посмотри, сколько у них уже высоко зарабатывающих людей. А они так ещё скромненько об этом не кричат, но как бы видно деньги у людей, да? И это они могут, а у меня так не получится. И потом, да, так я когда от Юры это услышал, я тоже был в шоке, понимаешь? И получается с позиции, люди боясь, что, видя наши успехи, боятся, что у них так не получится, но при этом они дуют щёки, показывают свою важность и не делают этот шаг. И они боятся, что у них не получится в НСП и, скажем так, опростоволосится бояться. И не идут поэтому в НСП. Или считая, что места все заняты. Но при этом, справедливо говоря, то есть, если мы посмотрим, как насыщение рынка компаний НСП за Уралом вообще мизерное, да? Ну и в предурале тоже. В Москве... Непочатки твоей работы. Да, в Москве статистика такая, что в Москве количество НСП-шников, потребителей там и бизнесменов на душу населения меньше, чем в среднем по России. То есть, ну, вообще никакая статистика. То есть, просторов для развития. Просторов для развития множества, да. Я уверен, да не уверен, я точно знаю, что сильнее создать конгломерат такой, как шикарная высококачественная продукция, безопасная, как маркетинг-план с высокими выплатами, без чемоданчиков, без двойного дна, четко посчитал, знаешь, свой доход. Я говорю, я когда вот за 20 лет, я сколько раз не считал свой доход, мне компания, если обманула, то только в лучшую сторону. То есть, я где-то не досчитался какие-то товарообороты, и доходы выше, чем я, в общем-то, ожидал от данного месяца, от закрытия, от статуса и так далее, и так далее. Ну и хочу сказать, что когда я работал врачом на 25 долларов в месяц, да, а потом в один месяц увеличение чека на 2,5 тысячи, это, в общем-то, рвет крышу, мозги и влюбляет в компанию очень сильно. И в компанию влюбляет, ну и, собственно говоря, и ты понимаешь, что, вау, ты даже своему счастью не веришь, что ты мог сделать правильный выбор и пойти этой же дорогой. Но на сегодняшний день я знаю доходы, опять-таки, вот Юра Лена, они пришли в кризис 2008 года. Все везде разваливается, компании уходят с рынка, их компания ушла с рынка чуть-чуть, за 3-4-5 месяцев до кризиса, и компания, почему они пришли в мою команду, их компания закрылась буквально за 3-4 месяца до кризиса. И они пришли, тут на тебе кризис. У других людей падают объемы, а им нужно расти. Конечно, первые полтора-два года было очень тяжело. Я надеюсь, они на меня не обидятся, были финансовые большие, финансовые проблемы были в их семье, вот. И, собственно говоря, и финансовые проблемы, то есть минус с банками, минус с кредиторами, семья большая, трое детей, и семья, и квартира съемная. В общем, представляете, сколько минусов, да, то есть если по квадрату Киосаки, какой отрицательный баланс ежемесячный. Слушай, я хочу сейчас просто тоже сказать об этом. Огромное количество сетевиков, которые, как ты сказал, дуют в щеки, на самом деле они все в долгах, потому что там принято, да. Уважаемые господа сетевики, признайтесь, пожалуйста, что ваши кредиты и ваши задолженности по закупке продукта превышают все разумные пределы. Поэтому подумайте сами, чем вы занимаетесь. Слава Богу, у нас этого нет. Так, Олег, и ценности, основные ценности, которые ты здесь имеешь, потому что хочется, чтобы побольше у нас сегодня. Спикеров было. Да. Ну, я не планировал быть первым, я просто присоединился, но оказалось, что присоединился первым, да. Ценности. Ну, смотрите, ценности, они глобальные. Первая глобальная ценность. Компании вот через год исполняется 50 лет. Компании исполняется 50 лет. И это огромно. И дела идут у компании сейчас так, и вот с этим коронавирусом дела идут так. Сейчас, кстати, письмо Брайанта, что производство работает нон-стоп 24 на 7, да, то есть 24 часа, 7 дней в неделю производство работает, загруз по полной, взлет-продаж, понятно, компания занимается здоровьем. Взлет-продаж на всех рынках, на всех абсолютно рынках. Непревзойденное качество, безопасность продукции говорит о том, что если когда людям становится плохо, кто-то когда-то попробовал продукт, он думает о надежности, о высоких дозировках того же витамина С, о хороших составах дополнительных. И это ведет к тому, что люди, доверяя компании, в первую очередь, когда заходят о нешутейных уже вопросах, да, не так, а чего бы попить какие-то витаминки? Вопрос в том, что люди мрут пачками, как мухи по осени, да, то сейчас люди понимают, что нужно что-то надежное принимать. Не для галочки витамин С, знаете, как часто берешь там, или там хлорофилл, да, там, ну, холодный минерал сегодня на ночь, потому что шикарно, то есть большинство продукции, если вот вы обратите внимание, господа потребители, продукции там, потенциальные потребители, сетевики, если на баночке не указано количество там витамина С и других витамин или минералов, конкретное количество, то это как чай в пакетиках, пыль дорог Индии, что там положено, сколько, априори называется витамин С, я сталкивался, там, детские дрожжи с витамином С, считаешь состав, сахар, какао-порошок, ну, может, какой-то еще эмульгатор, на упаковке детские витамины с витамином С, а в составе витамина С даже нигде близко не присутствует, поэтому читайте этикетку, разбирайтесь, включайте голову, она нужна для того, чтобы думать и читать, анализировать, и тогда будет успех, временный успех без головы можно построить действительно в любой компании, с любым маркетингом и так далее, стабильный успех, не перенапрягаясь, смело открыто глядя в глаза своим партнерам, даже иногда если когда-то бывает, что продукт ЛСП чуть-чуть дороже, чем других компаний, я смело говорю, слушайте, я знаю, за что я плачу, я знаю, за какое качество, за какую безопасность, за сколько раз проверено это качество компании на этапе от закупки сырья до финала, до выпуска партии и после выпуска, еще каждые три месяца контроль каждой партии, этого не делает ни одна компания, и будьте уверены, что компания НСП идет на вашей стороне, защищает ваши интересы, ну, опять-таки, статистика, на тестовые материалы, то есть не лаборатория качества, сколько обходится в год, а только на среды тестовые, на, там, лакомосовые бумажки, там, ну, такие, то есть различные вот эти все, может, жидкости какие-то и так далее, тратится больше двух миллионов долларов в год, только на тестовые среды, на тестеры, представляете, ну, и так далее. В общем, компания надежная, 50 лет уже практически, я молю Бога, чтобы следующие 50-е, следующие 50-е и так далее. Маркетинг шикарный, партнеры золотые, люди подбираются по маркетингу, здесь нет смысла устраивать махинации, заводить какие-то новые номера, сбрасывать куда-то баллы, то есть людям не нужно манипулировать своими закупками, не манипулировать своими организациями, соответственно, они открыто, то есть у них это выходит из головы, даже если они приходят с каким-то опытом таким негативным из прошлого маркетинга, через год-два они просто забывают, что надо махинировать, выгоднее всего проводить свои товарообороты, свои баллы на свой личный номер. Самая высокая оплата. Все, не нужно ни о чем думать, куда перекинуть какие баллы, и ты получаешь самые высокие деньги за это. Прямое понятное разнаграждение. И даже сама жизнь подсказывает, кто остается, да, если человек честный, нормальный, хочет делиться, и у него не мелькают в глазах доллары, да, и не думает, как кого-то там, он остается. Если попадаются на случайные люди, они, как правило, не задерживаются долго, правильно? Да, ну им некомфортно. Они не могут найти свою почву, у кого бы ее выдергивать из-под ног, не у кого, только сам у себя. Олег, спасибо тебе огромное. Спасибо еще раз. Я все время тебя благодарю и благодарю, и все время. Ирочка, я тебе огромное спасибо за партнерство. Уже с 2004 года мы с тобой партнеры. Я этому очень-очень рад. И я помню те ступеньки БКЗ в Санкт-Петербурге, на которых мы с тобой заполняли соглашение, первую нашу встречу в кафе. Все это замечательно. Это одни из самых лучших воспоминаний жизни. Я тебе очень благодарен. Спасибо тебе тоже. Так, ребята, мы продолжаем с вами. Сейчас я хочу пригласить еще моего одного любимого. Еще одного любимого мужчину. Мужчину, да. Вообще, у меня, я хочу сказать, у меня столько много мужчин, которых я люблю, я признаюсь в этом, поэтому я очень счастливая женщина. У меня дома трое мужчин, еще и еще. Поэтому, Олег, спасибо. Сейчас я Алексея хочу подключить. Да, пожалуйста. Так, Алексей, жду тебя. И это Алексея я называю третьим моим сыном. Попросись, пожалуйста, я сейчас тебя включу. С Алексеем мы начинали вместе бизнес в другой компании сетевой. Придумывали велосипед, все хотели что-то такое там сделать, красивую систему обучения. Не сильно у нас получалось зарабатывать деньги, но вот потом мы с начали бизнес в НСП, и все стало получаться. Так, Алексей, Алексей, где у меня? Сейчас попробую его подключить. Так, приглашаю. Вот, это человек, которому было в то время 20 лет, и это был такой мальчик юный. Желаний было много, амбиций много, опыта у нас не было. Мы когда начинали, правда, сейчас так смешно, не было денег ездить на какие-то мероприятия, но мы с ним ездили. Были разговоры ночи напролет, и мы мечтали, мы видели, увидели вот красоту НСП, потому что, правда, мы когда приехали на первое мероприятие, я вот, я удивлялась, я смотрела на людей, я слушала и думаю, я хочу так, я хочу так. То есть, в чем отличие НСП от многих сетевых компаний? Я была на мероприятиях других. В основном это как? Это вот такая история, сказка, какие-то сказочные истории и мотивация. И прямо мотивация такая, что тебя раздувает иногда после мероприятия, ты бежишь или едешь домой, и, знаете, это состояние куда бежать, кого стрелять, да, то есть, где взят людей, то есть, такое состояние, ну, вот, ненормальности. Вот, ты действительно бежишь, начинаешь что-то активно делать, потом тебе один отказал, второй отказал, и у тебя спад такой происходит. В НСП такого нет. Все наши мероприятия, это такие, ну, грамотная информация плюс общение. То есть, общение позволяет увидеть людей, задать вопросы, посмотреть внутри систему, а грамотные знания позволяют нам становиться большими профессионалами в этом деле и, ну, не дилетантами, то есть, не дилетантами и в сфере здоровья и бизнеса. Потому что, вот, к сожалению, я вижу, я не знаю, сейчас скажу, может быть, такую не очень приятную вещь, но я вижу недалёкость сетевиков, коллег наших, и когда этот бизнес делается навязчиво, некрасиво, неэтично, да, Алексей, когда вот думают любыми судьбами, только бы урвать, заработать, не думая о людях, не думая вообще о своём достоинстве, да, нет чувства достоинства, и мы имеем возможность вот делать по-другому, да, красиво, достойно. Алексей, я тебя люблю, у меня сегодня день признания. Спасибо. Привет всем, привет всем, привет большое. Лёш, вот чуть-чуть про себя, твоё видение, да, вот сетевого, почему ты именно здесь остался, и почему ты думаешь, что именно сегодня в хорошее время начинать, или даже стартовать даже тем, кто уже давно, возможно, но ничего не делал, может быть, всё собирался. Такой интересный вопрос, действительно, раньше я всё старался говорить для людей, которые долго собираются и ничего не делают, да, Ольга, здравствуй. А сейчас я, наверное, перестал ориентироваться на тех, кто долго наблюдает и ничего не делает, потому что среди них очень мало кто действительно стреляет, те, кто действительно, они в основном любят долго наблюдать, вечные зрители, вот, а очень-очень мало кто действительно вот прям так решил проснуться. Поэтому у меня был момент, что я наблюдал не очень долго, то есть до полугода, то есть есть кто пять лет наблюдает, они вечно не зрители. И я считаю, что сейчас хорошее время, ну, во-первых, тем, что вот такие ситуации, как нынешняя там пандемия, да, показывают, что любого человека могут уволить с работы. У меня сегодня со мной переписывался утром, по-моему, нет, вчера, вчера, одно из возражений моих клиентов было, представляете, потенциальных клиентов, я же помимо того, что бизнес-строю еще развлекаюсь книжками, да, вот этим вот, знаешь, там, зарабатываю себе, я не знаю, на что, на кофе даже в месяц, наверное, ты так зарабатываешь. Приятно. Ну, возьми больше, я считаю. Ну, ладно, по крайней мере, с этими книжками есть определенные, скажем так, клиенты, довольные, с других компаний, люди, с нашей компанией, то есть которые благодарны, которые ценят то, что пишешь. Вот, и мне он написал, Алексей, меня отправили с работы в бессрочный, безнеоплачиваемый отпуск, и я заказ на книги отложу. Ну, правда, книги это не первоочередное, это не макароны, не гречка, безусловно. То есть их можно отложить, они не гарантируют, что он заработает денег, да, кошак, ага, вот, ну, хотя это книги по бизнесу, которые могут помочь заработать, но смысл в чем, что у людей уже на такие мелочи, на элементарные совершенные мелочи, есть, значит, вот такая вот штука, то есть тысячу уже могут не найти. То есть я еще что замечаю, что может произойти ситуация, что работа, на которой человек привык работать, может перестать существовать. Например, Google уволил кучу библиотекарей, да, то есть библиотекарь, как профессия, она осталась только, ну, как-то вот в институтах, там, да, вот там, в крупной библиотеке, а так библиотеки же были на каждом углу. То есть некоторые работы можно, в принципе, допустим, вот уборщик дома. Ну, есть же большие люди там с домами, там, кто зарабатывает, например, в Испании, в Италии, кстати, там очень много платят уборщикам, преподавателям там языка платят меньше, чем уборщикам, потому что преподаватели там как грязи, вот, а уборщиков работать никто не хочет, разговаривать легче. Вот, и, а роботы? Покупаешь у робота за нынешних, там, 30 тысяч рублей, а в следующем, там, ну, на 500, там, 300-200 евро, да, китайские, да, кстати, они будут вычищать так, что они будут целый день работать, только в розетку, вот к ним, на него можно даже материться. Попробуй на уборщицу наматериться, она тебе все золото сопрет, ну, я утрирую, да, если оно там есть дома у человека, вот, то есть огромное количество работ может быть просто выкинуто, да, вот, фамилия у меня Зайцев, Алексей. Вот, так, что-то мне... Говори, значит, почему именно сегодня, вот прямо ты должен сейчас сказать такое, что люди, которые еют, думают, раздумывают или там спят, вот прямо скажут Да, пусть думают, на самом деле, выжидание это еще больше риск. В других. Выжидание это больше риск. Да. То есть, когда мы ждем, мы, мы, жизнь, она как эскалатор, она катится вниз, она не катится наверх сама по себе. То есть, у нас, если, знаешь, как это, а не кто-то есть, значит, мужчина спрашивает, гуляя по мосту, вот, внизу можно купаться в реке в этой? Говорит, в принципе, купаетесь, нет проблем, но там крокодилы просто в этой мутной воде. Говорит, нет, 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 а где можно купаться? Ну, где нет крокодилов, это внизу, поближе к морю, там просто акулы. Вот, то есть, по большому счету, ну, выждал, и попал на большее, на большее попадало. То есть, глобально, если у человека есть какие-то ресурсы добыть большие деньги, да, и он может ими там как-то распоряжаться, это благодать, да. Но такие люди не все, большинство людей покупают однокомнатные квартиры, потом потихонечку перебираются в двухкомнатные квартиры, некоторые начинают с комнат, вот, и некоторые до 50 лет занимают жилье, там, да, и по большому счету, потом понимают, что, в принципе, не надо покупать, вот, ну, ну, допустим, там, вся Европа так живет, вот, но я считаю, что наш бизнес – это уникальная возможность, уникальная возможность, значит, один раз сделать хорошо работу, вот, освоить хорошую профессию, вы знаете, как есть хорошая профессия, допустим, мамы, да, то есть мы, ну, освоил профессию мамы, родил там, и это на всю жизнь, да, и всю жизнь мамы, да. Да, хорошая профессия, там, я не знаю, ну, по большому счету, каждая женщина, там, домохозяйка, да, каждый мужчина, там, по-своему, там, какой-то защитник, да, то есть это, ну, профессия, да, которую человек, помимо, ну, каких-то своих функций, он еще осваивает, да, со временем делает ее хорошо. Некоторые еще выбирают профессиональную сферу деятельности, кто-то поваром становится прям виртуозным, не только для дома готовить, но и также виртуозно готовить для, там, кафе, ресторана, может быть, там, там, для гостиницы. Кто-то выращивает фрукты, там, рыбу там ловит или что-то, то есть это прямо профессия, вот, и в любой профессии в сапожниках, вот я, там, сегодня платил деньги сапожника, там, забирал машины сапоги, и я хочу сказать, когда я платил деньги, он очень вежливо принял деньги, поблагодарил за заказ, то есть, обычно говорят, да, матерится как сапожник, он такой вежливый, аккуратненький, в рубашке, думаю, ешкин, кот, насколько приятно, то есть, я бы больше захватил эти, бы сказали, вот, то есть, работа, хотя одинаковая, но вот приятно, как принимают, да, и еще приятнее, когда хорошо делают. И вот сетевой маркетинг – это такая интересная профессия, которую не надо делать вечно, то есть, это не тяжелый труд, а это вот, один раз мы освоили, например, навык работать с клиентами, да, вот выстроили клиентскую организацию, один раз мы освоили навык приглашения людей к нам в дело, да, выбирать людей интересных, прицелиться в них хорошенько, добраться и схватить и съесть, ну, в смысле, да, очаровать, в этот бизнес соблазнить, сделать так, чтобы понравилось, чтобы было нам вместе хорошо, обучить и сделать профессионалом, то есть, это, по сути, ну, работа, нам, ну, работа, которую надо освоить, да, и когда мы ее один раз делаем, мы тем самым выстраиваем организацию, которая будет нас, может быть, всю жизнь кормить, то есть, кто-то скажет, допустим, вот, всю жизнь, там, допустим, там, нет ничего вечного под луной, слышала, да, или такие, наверное, фразы, да, это в основном, знаете, кто говорят, вот эти вот многостаночники, если деликатно называть, ну, назвать людей, которые бегают с компанией в компанию как-то менее корректно, тоже не по-питерски. Ну, Лёш, здесь понимаешь, такая вещь, ведь не всем повезло, ну, как нам с тобой, да, как другим ребятам, когда мы все-таки дошли до этой сетевой, да, я, например, очень благодарна себе, что я целый год искала, да, то есть, я искала, я чувствую, моё не моё, но ведь чаще всего люди приходят с сетевой, не подозревая, что он разный, да, что он может быть и другим, совсем другим, и они, вот, идея понравилась, но не видя других вариантов, да, не познакомившись с другим вариантом, они просто получаются заложники вот этой вот системы, но и вынуждены пахать, что-то делать, навязывать, потому что они не знают другого обучения, не знают другой системы, которая позволяет делать это по-другому, поэтому вот, что бы ты позволил? Мне кажется, что это с кармической точки зрения человек где-то от этого заслужил, если его по, как сказать, если его по говнокомпаниям таскает, то, да, то, наверное, он где-то этого заслужил, вот, и тут самый главный момент, что если один раз наступаешь на грабли, второй раз наступаешь на грабли, ну, жизнь должна же как-то хоть мало-мальски учить. То есть, да, если человек, ну, на одной компании научился, на второй компании научился, на третьей не научился, объяснять ему, что NSP самый хороший вариант, да пусть он учится дальше, пусть грабли будут короче, короче, короче. Мы не будем от тех, кто не так, мы хотим привлечь тех, кому интересен, красивый, достойный, с хорошим продуктом, с интересным маркетингом и с классной командой, правда? Да, и такие люди, на самом деле, нам тоже очень нужны, потому что высвобождается время. Леша, а давай тогда мы пригласим еще одного Алексея, потому что вот мне что хотелось, да, этим эфиром. Олег, 20 лет в компании, да, мы там 15, Алексей, ну, не так давно с нами, да, но чтобы он тоже со своей стороны показал, почему NSP. И если нам повезет, мы еще выслушаем вообще новичка, который там совсем недавно присоединился, да, и вот такая идея меня. Я тогда выхожу, да, я тогда выхожу. Да, да, спасибо тебе огромное, спасибо, Алексей. Мы с тобой еще самых больших наших дел не сделали, у нас еще все будет идея. Еще с одним человеком сейчас познакомлю с очень умным, интересным, стратегическим мыслящим Алексеем Чесноков. Так, так, Леша, где ты? С ним, кстати, вот тоже интересная история такая. Так, сейчас попробую. Сейчас попробую. Так, очень интересная история. Мы с Алексеем знакомы все, наверное, эти почти 15 лет, но знакомы просто как коллеги по сетевому. То есть это мы не работали в одной компании, да, мы просто дружили, и я вот за дружбу между вот сетевиками, потому что мы не знаем, как распоряжается жизнь, мы не знаем, что дальше будет, и вот очень были близкие, близкий подход вообще в принципе к сетевому, да, Алексей? Да, привет, привет. Да, мы дружили, общались, думали на тему, как сделать этот бизнес красивым, да, не привязано именно к компании, а вообще как это делать. И вот так случилось, что сегодня ты с нами, и мы очень-очень рады, что так получилось. Вот твой взгляд, да, почему ты все-таки выбрал NSP, да, опыт у тебя большой, ты был топом в разных, ну, в таких солидных компаниях, и сейчас NSP, вот почему, что для тебя здесь такое важное, наверное, самое важное? Ну, с NSP я уже знаком, наверное, лет 15, да, с Алексеем и с тех пор мы с ним общаемся, дружим, пересекались в разных городах, в разных регионах, и так случилось, что мы сейчас даже живем в одном городе, будучи людьми с прописками Санкт-Петербурга, да, у нас у обоих жены из Барнаула, да, здесь дети, семьи, и вот, в общем, здесь мы с ним и общаемся. Да, вообще, это очень интересно, и, наверное, точно не случайно все это произошло, вот, потому что у меня путь достаточно интересный был, первую презентацию в NSP мне делал Олег Нижегородцев, да, то есть потом я и с Ириной познакомился, с Алексеем, ну, как бы, то есть общаемся достаточно давно, но я считаю, что путь у меня был такой очень интересный в сетевом, и, по большому счету, скорее всего, меня готовили к очень серьезному прорыву в NSP, да, чтобы создать здесь еще грандиозную историю, потому что я каждому опыту благодарен, можно говорить, можно там плакать о том, что происходило, можно находить точки благодарности, потому что в одной компании я реально поработал с метрами индустрии сетевого маркетинга, я посмотрел, что такой международный рынок, был опыт работы на международном рынке, и, кстати, тогда, когда я работал на международном рынке, у вас возможности в NSP не было такой, да, то есть у меня была возможность, я строил бизнесы в Испании и работал с ребятами и в Италии, и в Канаде, и в Аргентине, вот, в другой компании, скажем так, будучи там номер один, то есть удалось поработать на уровне производителей, да, то есть разработчиков, я увидел, скажем так, создаются истории в сетевом маркетинге, то есть про какие-то супер-мегапродукты, вот, вообще, что есть себестоимость продуктов, то есть из чего она складывается, вот, кстати, если нас сетевики слушают и в вашей компании периодически происходят такие замечательные акции под названием «1 плюс 1», вот в NSP я уже, то есть, ну, скоро год, я ни одной такой акции не видел, я думаю, что никогда не увижу, потому что акция «1 плюс 1» возможно, когда наценка на продукт «Х10», «Х15», ну, то есть тысяча, тысяча 500 процентов, вот, то есть, ну, если так, возвращаясь, то есть суммарно у меня была выстроена организация более 30 тысяч человек, там, в 30 странах, я познал, что такое, был период, когда я познал, что такое пассивный доход, когда ты ничего не делаешь и твой доход прирастает, моя команда всегда работала через продукт, с клиентами, выстраивание долгосрочных отношений, это нам позволило прожить очень много кризисов, и это вот одна из ценностей, которая меня, в общем-то, привлекла в NSP, потому что за 15 лет я увидел, что это компания, которая, скажем так, сохранила самое ценное, это клиентов, а клиентов можно сохранить только через качественный продукт с результатами, я увидел команду, которая взаимодействует уже там 15-20 лет, а я знаю, что такое привлечь сильного человека в команду, да, то есть создать лидера, и самым ценным оказывается не просто привлечение, а выстраивание отношений на года, да, то есть, а когда это уже там 15 лет, 20 лет, да, то есть, чем меня Олег, допустим, покорил, что у него есть в команде люди, с которым он там по 15, по 20, по 19 лет, и при этом я вижу их взаимоотношения, я понимаю, что, ну, в этом вложена очень серьезная работа, да, прежде всего, как бы внутренне человека из своей команды, то есть ценности, которые он сюда закладывает, вот, я вижу растущую компанию, то есть меня это сегодня невероятно вдохновляет, компания, которая 20 лет на рынке СНГ и сегодня прирастает там на 38% в год, ну, это очень хороший показатель при тех объемах, которые сегодня есть в НСП, меня вдохновляет, что сегодня ежемесячно появляются люди в статусах директор-ассистент, директор-консультант, то есть это доход там 200-300-500 тысяч в месяц, ну, в рублях, да, с вами говорим, и это компания, которая 20 лет, и при этом она не на слуху. Да. Вот это как, из разряда, как вы так умудрились работать, да, то есть при этом прирастать. Да, у меня сейчас часто ребята, сетевики спрашивают, а почему НСП, то есть это компания, которую Олег сказал, да, там, скоро 50 лет, я говорю, ребят, но я смотрю на результаты, да, то есть одно дело заводить людей на ажиотаже, да, там, давай, давай быстрее, то есть уже поезд тронулся, если ты сейчас не заскочишь, ты все, ты останешься вообще никчемным и незарабатывающим дистрибьютором, но когда я вижу компанию, да, там, 20 лет, и есть серьезные статусы, которые сейчас закрываются, допустим, там, два месяца назад закрылся статус нового ЧСД в СНГ, это доход там от 25 тысяч долларов, то есть это более миллиона рублей в месяц, и проанализировав количество людей, зарабатывающих на рынке, в крайнем случае СНГ, то есть на сегодняшний момент порядка более 34 контрактов, ну, 34 человек с доходом свыше 25 тысяч долларов. Честно, я не знаю ни одной сетевой компании, я уже достаточно давно в сетевом, я уже 17 лет в этой индустрии, знаю огромное количество лидеров сетевиков и компаний, и я, честно, не знаю ни одной компании MLM, которая на рынке СНГ имеет такое количество зарабатывающих людей, и при этом не на слуху. Ну, обычно это один-два человека, про которых все рассказывают. про которых все рассказывают, либо, то есть, есть разовые доходы, ну, то есть человек там разово заработал и потом 15 лет про это рассказывал, то есть таких людей я тоже знаю. Есть разница, зарабатывать 25 тысяч, ну, грубо говоря, миллион рублей в месяц и заработать один раз в MLM один миллион и потом про него рассказывать. Это правда. Это прям огромная разница. Алексей, еще я хочу, чтобы мы успели послушать того-либо, да, более ранних. Спасибо тебе огромное, что ты услышал нас, что ты с нами, потому что я говорю, у меня такое предвкушение, что мы еще такого натворим. Мы хорошего натворим, всех догоним и всех исчисливим. Да, что вот сейчас самое... и поэтому самое время к нам присоединяться, потому что у нас еще система есть, которая позволит именно сегодня, да, когда все в ауте в таком, еще даже не понимают, что дальше будет, да, без работы, без всего. А у нас есть система, которая работает. Поэтому это круто. Спасибо огромное, кстати, что ты вкладываешь в разработку этой системы. Главное тебе спасибо. Все, я отключаюсь. Илс ехал, да. Еще хочу двух девушек послушать. Калугина Маша, это моя бессменная, бессменный партнер в проведении прямых эфиров. Я очень благодарна тоже этому человеку. Она живет у нас... Сейчас Машеньку подключаем. Она живет во Франции. Так. Так. Машу подключаем. Она живет во Франции. Она строит этот бизнес тоже онлайн, удаленно работает и показывает пример, как это можно делать в сегодняшнем мире. Маш, буквально тоже пару слов. Почему ты... Ну, тебе, конечно, повезло очень. Это твоя компания первая, единственная. Я считаю, что это очень здорово, когда ты, наверное, что-то, правда, в этой жизни сделала такое очень-очень хорошее, что тебе повезло с первого раза. Почему именно сейчас? Да, всем привет. Конечно, очень много мыслей. Спасибо предыдущим спикерам. Очень, на самом деле, волнительно и тяжело после них выступать, потому что ты понимаешь, что по сравнению с ними у тебя не такой большой опыт у меня лично. Почему сейчас? Да потому что... А когда еще? Ну, сколько можно откладывать? Да, ну вот я слушала-слушала, и я очень много, на самом деле, такой мини-форум получился, я очень много почерпнула сейчас. И я понимаю, что вот Олег говорил, да, то есть что он влюбился в компанию. А здесь столько всего, во что можно влюбиться, если ты начинаешь с чего-то. И чаще всего люди влюбляются прежде всего в продукт. То есть они все-таки приходят как потребители, они узнают компанию. Даже Олег Нижегородцев, член Совета Директоров, пришел через любовь к продукту. И очень многие люди уже любят этот продукт. И они уже поняли, что это очень качественный продукт. Ну а что дальше? Ну вот вы, понимаете, я такой немножко, может быть, идеалист. Меня муж иногда останавливает. У меня есть желание вот как-то помочь людям. Я понимаю, что я помогаю им через здоровье. Я понимаю, что я помогаю им через улучшение состояния, энергию. Как-то вот, может быть, в семье даже становится лучше людям, да. Вопрос сейчас дальше. Что мы отдаем? То есть вот я вот это отдаю, 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 но я понимаю, что я хочу больше. Потому что у компании есть больше возможностей. Я сначала влюбилась в продукт. Потом я влюбилась в людей в этой компании, да. Потому что здесь определенного сорта люди. Это люди, которые вот как раз со мной на одной волне. Сюда лишний не придет. А потом я влюбилась в путешествия, которые из компании, возможно, которые компания дарит. Затем я влюбилась в мероприятия. Ну и вот постоянно, каждые три месяца из Франции я езжу на мероприятия. В Россию, в Беларусь, на Украину, в Польшу. Вот собиралась в Молдову. Как-то меня плохо видно. Собиралась в Молдову ехать. Но вот помешал наш кризис международный такой. И что дальше? Конечно же, я влюбилась в компанию. Потому что я понимаю, что после всего того, что я уже имею, компания платит деньги. Ну, для меня эта тема, наверное, не очень такая легкая. Говорить о деньгах, говорить о бизнесе. Но оно того стоит сейчас, потому что многие люди именно сейчас в кризис вошли в положение, когда у них что-то где-то начало проседать. Это либо работа. А может быть, многие вздохнули и сказали, ух, как хорошо, посижу на карантине, потому что работа уже вот здесь. Либо люди, которые, наоборот, засели дома, они перерабатывают сейчас. Они работают не 8 часов в день, а они работают и на выходных, потому что нам некуда выйти особо. И куда люди уходят? В работу. Либо же это люди, у которых был бизнес. И этот бизнес, ну, от них никак не зависит. Они потрясающие бизнесмены. Они прекрасно вели свой бизнес. Но пришла пора, когда им сказали всё. Вот, извините, как хотите, ну, вот ваш бизнес, вашему бизнесу может быть конец, а может быть просто тяжёлые времена. Ну, когда ещё, как не сейчас? Я не говорю, что вот нужно весь сейчас прийти в НСП, информацию взять, её изучить, почитать, посмотреть. Я концепцию сетевого маркетинга рассматривала, ну, может быть, не с самого первого дня, как я узнала компанию, потому что для меня приоритет было здоровье. Но потихонечку, наверное, после того, как мне начали приходить уже такие чеки, которые хоть как-то частично, а то и полностью потом стали покрывать моё потребление продукта, мне стало это интересно. Мне стало это интересно, потому что я на тот момент уже жила за границей, как и сейчас. Я жила во Франции, и я видела, какие здесь перспективы у людей. Они разные, да, то есть, конечно же, здесь можно пойти работать. Вопрос с кем, как, приятно ли. И я сейчас благодарю судьбу, что меня тогда не взяли на работу из-за того, что, вот, я не знаю, слишком много квалификаций, видимо, у меня было, 4 диплома, разные языки. Ну, какую, ну, здесь немножко по-другому всё, да, во Франции. Какую зарплату мне платить? Таким багажом, да. Вот. Начинать с нуля, там, да, самого-самого какого-то там ассистента мне тогда не хотелось. Идти тоже там в ресторан работать или что-то, ну, вообще не моё с моими, там, образованиями, девушкой из Санкт-Петербурга. Я не сноб, да, ну, вот, как бы я понимаю просто, как был, каков был мой путь. Я очень рада тогда, что я всё-таки, ну, мне как-то меня судьба увела оттуда. Да, мне было плохо, да, у меня была депрессия, да, у меня было самокопание, вот, но оно мне привелось сюда. И когда я рассматривала здесь бизнес-возможности, я понимала, что это моя подушка, это мой план «Б». Вот здесь вот безопасно мне будет в любом случае, в любом городе, в любой стране, где бы я не находилась, потому что из Франции я могу строить этот бизнес. Я могу, ну, как могу строить? Я его строю. Вот он у меня есть, у меня есть лидеры. У меня есть клиентская база, потому что всё-таки клиентов в большей степени у меня, потому что я нутрициолог, я работаю в этой сфере, я такая, знаете, прототип медсестры, то есть я люблю помогать. Вот, но он там строится. Если людям нужен доход, если людям нужен бизнес, если людям нравится строить структуру, почему нет? И я этих людей сюда приглашаю. Вам не обязательно быть нутрициологом, вам не обязательно быть врачом. Посмотрите, выступали Алексея оба, Ирина, они не врачи. У Ирины есть образование нутрициолога, но Ирина всё-таки больше бизнес-коуч, потому что это то, в чём она сильна. То есть здесь каждый может найти своё применение. Юлечка, которая сейчас там зажигает в Турции со своей семьёй. А, уже вернулась, да? Да. Уже не заметила. Так, Машенька. Да. Да, я боюсь, я так хочу сказать. Всё, да, 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 давайте, хорошо. Вот я как бы мысль свою сказала. Огромное тебе спасибо тоже, да, что ты в нашей команде, что ты вообще вдохновляешь. И я хочу, чтобы мы с тобой, помнишь, говорили, собирать сейчас людей на ежедневные эфиры для того, чтобы поддерживать морально, да, может, кого-то и материально, чтобы помогать, потому что сейчас время помощи, да, время... Да. Сейчас время отдавать, отдавать всё, что... Да, очень хотелось вот... Всем спасибо. Да, я хотела бы, я бы хотела, чтобы люди увидели новичка, которая вот совсем-совсем недавно, и она, вот что она такого увидела? Две минуты, Валерия, у тебя... Потому что хочу сохранить эфир. Скажи, пожалуйста, что ты такого увидела? Почему ты хочешь здесь строить бизнес? Здравствуйте, меня зовут Валерия, я из Санкт-Петербурга. Почему я сюда пришла? Вот, наверное, со всеми предыдущими ораторами соглашусь. Я влюбилась в продукцию. Я в неё влюбилась, я в неё поверила. Вот, мне... Я начала получать более детальную информацию про фирму, и всё, что я поэтапно узнавала, мне всё очень-очень симпатично. Вот, ну, кроме того, у меня есть такой замечательный наставник в лице Ирины, и, конечно, поскольку я человек, который, ну, не может там без общения и без влюблённости ещё и в людей, безумно влюблена ещё и в Ирину. То есть, знаете, в моём понимании, раньше сетевой маркетинг – это что? Здравствуйте, я из компании Арифлейн, купите у меня что-нибудь, пожалуйста. Я, когда первый раз с Ириной увиделась, я очень удивилась, что нет никакой навязчивости, нет никакого давления, всё по полочкам, всё очень грамотно. И она вообще встретилась, я так понимаю, мне в очень нужное время для меня, на очень нужном месте. Да. А Ирине, о возможностях? Слушайте, мне понравился, мне симпатичен маркетинг, и я сопоставила вообще всю эту историю со своими, например, какими-то возможностями, со своим характером. Вот, и, в принципе, поняла, что всё реально, я смогу, вопрос только моего желания. Ребята, Валерия, спасибо тебе тоже огромное, что ты в нашей команде. Я записываю эфир, потому что боюсь его потерять. И все мы ещё 24 часа можем его посмотреть и приглашать. Всех люблю.